Как мы готовим стены под обои? В зависимости от толщины обоев, мы можем готовить стены с помощью стартовой шпаклевки, либо, если это обои тонкие, нам приходится готовить стены с помощью даже финишной шпаклевки, так как мы их готовим под покраску. Кроме того, если обои светлые, темный фон может сквозь них просвечивать, поэтому не всегда нам удается, даже если мы используем высококлассные штукатурки и выравниваем с их помощью стены под обои, если мы приклеим на такую стену белые тонкие обои, вот эта темнота будет просвечивать снизу, поэтому их приходится забелять. Их, кстати, можно забелить не только шпаклевкой, но и просто покрасить белой краской, недорогой. И мы получим белую основу, на которую можно спокойно клеить светлые обои. Для того, чтобы у нас не было никаких проблем при приклейке обоев, нужно соблюдать несколько правил. Первое. Стены должны быть, во-первых, идеально вертикальные. Если у нас есть стены вертикальные, помните, мы проходили это в одном из прошлых модулей, у нас углы будут тоже вертикальные, даже если угол не 90 градусов, он должен быть идеально вертикальный. Потому что если у нас начинается завал угла, большинство видов обоев имеют какой-то геометрический рисунок, и вот этот завал, он сразу проявится именно из-за этого рисунка. Второе правило. Стены должны быть гладкие. Потому что если у нас будут какие-то там выбоины, ямки, в этом месте большая вероятность, даже если у нас это не проявится под слоем обоев, в этом месте у нас могут разойтись швы. Поэтому поверхность должна быть ровная. Теперь красиво в дизайнерском ремонте, когда у нас внешние и внутренние углы идеально ровные, как струна, и острые. Этого добиваются либо с помощью тщательной штукатурки, либо с помощью размещения специальных пластиковых уголков под обои. Ну и если у нас недорогие толстые бумажные обои, или виниловые толстые обои, тогда можно стены выравнивать под обои. То есть просто стартовой шпаклевкой типа витамин, или даже с помощью воскокачественной штукатурки типа ротбанд или там волнослой. Если у нас тонкие обои, мы их выравниваем уже как под покраску. А теперь мы поговорим про вероятность появления плесени. Она появляется довольно часто, если рабочие спешат и начинают клеить обои на непросохшую стену. Если это обои не паропроницаемые, такие как виниловые обои, вот эта влага скапливается под слоем обоев, появляется через несколько дней плесень. Плесень начинает выступать наружу, и когда человек потом снимает полоску обоев, он видит страшные картины, вот такие, например. У меня были случаи, когда соседи, зная, что я делаю ремонт, там в какой-то квартире, звали меня, чтобы проконсультироваться. И я воочию наблюдал результаты таких вот терапык. Значит, для того, чтобы не наступить на эти грабли, прежде чем клеить обои, мы должны приклеить на стену кусок целлофана. Чем больше, тем лучше. Пол метра на пол метра, метр на метр. Закрыть его по периметру тщательно какой-то малярной лентой или скотчем. И сутки подождать. Если там на поверхности этой пленки выступят капли конденсата, значит стена все еще парит. То есть идет испарение влаги. Теперь обои клеить нельзя. Если у нас пленка остается сухой через сутки, значит там все нормально, можно приклеивать обои.